Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 160. Задача исследования из раздела сравнения десятичной дроби. Первое задание. В десятичной дроби с длинным хвостом зачеркнули две последние цифры. Что произойдет с этой десятичной дробью? Ну, рассмотрим дробь, у которой после запятой находится 8 цифр. Если мы уберем две последние цифры в этой дроби, то получается, что дробь уменьшится. Рассмотрим другую дробь. Дробь, у которой в середине есть цифры 0 в разрядах. Получается, что убрав две последние цифры, еще нули, они также не имеют значения, их можно убрать. Получается число 1,862. Что происходит с дробью? Естественно, она уменьшается. Или же третий случай. Рассмотрим, когда дробь заканчивается с длинным хвостом двумя нулями. Если мы уберем эти два нуля, то мы получим дробь, которая не изменит своего значения. То есть ту же самую дробь, но она не меняется. Так как десятичная дробь с длинным хвостом, у которой зачеркнули две последние цифры, она может либо уменьшаться, либо не изменяться, если эти цифры были нулями. Второе задание. В десятичной дроби с длинным хвостом среди цифр после запятой есть один нуль. Все остальные цифры не нули. Эти нули вычеркнули. Сравним получившееся число с исходным числом. Если этот ноль стоял в конце десятичной дроби, то мы очень хорошо знаем это правило. С дробью ничего не произойдет. Дробь не изменится. Если же этот ноль... Второй вариант. Если же эта дробь стоит в конце, и мы его убираем, то дробь не меняется. Два примера. Дробь не изменилась. С длинным хвостом среди цифр после запятой есть один нуль, и все остальные цифры не нули. Этот ноль вычеркнут, то число не изменится. При условии, что нуль находится в конце дроби. Вот мы его убираем. Число не изменяется. Если же этот ноль стоит не в конце дроби, а стоит он, предположим, на предпоследнем месте. Или, скажем, посчитаем после запятой. Один, два, три, четыре, пять, шесть на седьмом месте. Мы убираем этот ноль. Что у нас получается? Получается, что дробь у нас станет больше. Если же мы рассмотрим этот ноль, он находится на один, два, три, четыре на пятом месте. Убираем этот ноль. Получается, что дробь опять увеличивается. Если у десятичной дроби с длинным хвостом, у которой среди цифр после запятой есть один ноль, но все остальные цифры не нули, а этот ноль вычеркнуть, то число будет увеличиваться. При условии, опять-таки, что нуль находится не в конце дроби. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...